Ну где же, где же этот наш новый биатлонист? Вы наш новый биатлонист? То и так, дядьку, доброго дня. Здрасте. Доброго дня, дядьку. А это с вами кто? А это мой кум Коля. Он меня будет на соревнованиях со спины прикрывать. А доброго дня, дядька. И вам. Здрасте. Здрасте. Ну ладно, добро пожаловать, так сказать, в сборную. Я ваш новый тренер. Значит так, мы с вами едем в Сочи. Наша задача быстрее всех пробежать, точнее всех пострелять и завоевать золотую медаль. Ясно? Ого. А можно питанечко? Да. Это мы правильно в школе изразумели? Значит, мы едем в Россию. Угу. Там стреляем. Ну? И нам за це ще золото дадут, да? Все правильно. Ой, в селе все сдохнут с зависти. Хорошо. А можно ще питання? Да, давай, давай. Слухайте, а у москалів теж гвинтівки будуть? Конечно. Це правильно, це по-честному. Ми ж не браконьєры с тобой, ну шо? Да. Конечно, да, і так, блядь. Вот ты, ты мне это брось. І слово такое забудь, москаль. Ми все-таки с вами в Сочи едем. Думати надо. Там, кстати, будуть не тільки москали. Да, а хто ще? Много команд, немцы, итальянцы. Це нормально, це союзники. Понял. Да, що там ще? Американці будуть. Це другий фронт. На рубеже равных, конечно, немцам нет. Будете с ними соревноваться. Точно, як Медит в сорок п'ятому. Он тоже був биатлонистом? Наполовину. Это как? Винтики стріляв. Снайпер був. Снайпер був. Так тихо, никому не говори про це. Понятно, дядька. Слухай, дядька, а шо буде, якщо я промахнусь? А, нічого страшного. Значит, если ты не попадаєш в цель, бежиш в штрафной круг и стріляєш еще раз. Ще раз? Да. Я убожнюю биатлон. Так, теперь непосредственно. По поводу лыжной гонки. Да-да-да, будь ласка, шо мы повинні робить? Нічого сложного. Ага. Вам надо просто біжать по маршруту. А зрізать можна? В смысле? Ну, ми привыкли в выстріл, перебіжка, выстріл, о, копчик. Нет, нельзя. Так, нельзя? Перед стартом вам хорошо смажуть лыжи. Це гарно. А скажіть, будь ласка, а ми можем с колейку мам взять с собою цю лыжну смазку? Да. Че? Зачем? Як це? А якщо патроны у нас закінчатся, а москалі нас догонять? Без смазки больно буде, да, согласен. Вы шо, ідиоти? Не. Вы шо, ідиоти? Так, мене слушайте. Добре, дядько, добре. Значит, в конце, на финише, буде натянута лента, которую вы первими должны... Что сделать? Вставити в куламет. Какой куламет? Здравий такий. Хватит, я тебе говорю. Хватит с куламетами. Вы не на войну едете. Вы едете на Олимпиаду. Куда? На соревнования. А, учения. Учения, ясно. Хай будут учения. Значит, вот вам билеты туда. Ага. Обратные мы пока еще не купили. А нам не треба убрать ни билеты, мы обратно лесами так надейнейшим. Какими лесами? Гремучими, якими. Ты, голова твоя дремучая. Что это такое? Бум-бум, це кохана дзвоне. А где это? Алло, жиночка. Привет. Я иду в Россию. Стрелять. Так почалось. Что? Что у тебя почалось? Что у вас почалось? Это Олимпиада. Что у вас почалось? Вы что, не понимаете, какой вам дается шанс? Да. Вы можете прославиться на весь мир. Вы можете даже побить рекорд. Не, ну рекорд могу дить, да мы вряд ли побьем, конечно. Я тебе говорю, никому не говори про это. А где мы будем жить? Как где? Вы будете жить в гостинице, понимаете? Подойдете на рецепшн, скажете сборной Украины. Ага, а отзыв який? Не надо никакой отзыв. И вообще, будете проходить пограничный контроль, ведите себя прилично, да. Ведите себя хорошо, как интеллигентные люди. Вы поняли, Петр? Конечно, Сережа. Господи, 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 господи. Так, дядьку, правильно? Ну что вы мелите, а? Добрый, ладно. Что вы мелите? Скажи, пожалуйста, а пленных брать можно? Какие пленные? Маленькие такие москали. Какие москали? Я вам еще раз говорю, вы едете на Олимпиаду. Это спортивные соревнования. Да мы все поняли, дядьку. Слушайте, а вот если на нем не будет золотой медали, я могу себе годынник или сапоги его забрать? На ком на нем? А то и в кого я буду стрелять, ну что ли? Вы что, идиоты, что ли? Нет. Так, я еще раз повторяю, слушайте меня и не перебивайте. Дядьку, мы просим у выбачения. Мы поняли, мы едем на Олимпиаду. Учения, дядь. Да и учения. Мы будем представлять Украину. Вот, у вас будет поддержка всей страны. Что за поддержка? Видимо, с воздуха, я не знаю. Вам дадут форму. Форму, это правильно. Потому что та форма, яка нам в Ведиде досталась, она сильно привлекает до себя увагу. Еще вопросы по снаряжению будут? Да, у меня есть вопросы по снаряжению. А можно мне гвинтивку со штыком? С каким штыком? Ну хорошо, но не со штыком, тогда я хотим лежней палкой заточить. Я тебя сейчас заточу. Так, вот еще что. Вот вам текст, но это на случай победы. Учите, будете петь. Что это? Что, что? Гимн Украины. Мне надо у нас свой. На свой. Дэ-бья-мь-гэ-дэ-э-сла-сла-сла-сла-сла-сла-сла-сла-сла-сла-сла-сла-сла-сла-сла. Доброе. Так, идите собирать вещи. Ясно. И вообще запомните, главное, это не победа. Главное, это участие. Золотислава. В Ведид 45-ом, то же самое овладе. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вы извините, ради бога, я только что на ваш балкон спустился Вы наш сосед сверху? Не, я, как это сказать, я вашу соседку сверху Что? Из 69-х квартир Вы стойте там, стойте там Там просто муж неожиданно домой вернулся Я все поняла, вы, пожалуйста, уходите куда-нибудь Потому что сейчас мой муж неожиданно домой вернется И нам будет плохо с вами Пожалуйста, уходите куда-нибудь Ленусик Вовочка Я дома? И я дома, что тебя? Там снежок, ты знаешь, дорога Да, тут недоразумение такое Недоразумение? Да, это я В синих трусах Еще себе подарок В Новый год Вов, ты мне то, что подумал Остал я все-таки вас любовнички Я так и думал, Лена Не, 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 мужик Я сейчас тебе все объясню Я был сверху Не надо подробностей Я серьезно тебе говорю Я только слез и... Скотина, не беси меня Да слушай меня Я говорю, она лежала на диване Я неожиданно вошел И все Вошел неожиданно? Да Я иду тебя убивать, скотина Послушай, Вовочка, подожди Мужчина, помолчите Вы только все портите Вовочка, я тебе честно говорю Ну? Пять минут назад Он еще был в 69-м Я его первый раз вижу Вот ты дрянь Я что? Первый раз И уже в 69-м Да, Вова, это не то, что ты думаешь Сейчас я узнаю Боже мой Ну что, скотина Нечтожество За что ты мне мстишь? Я же тебя так любил Я же тебя каждое лето в Бердянск вывозил А так ты за это мстишь? Вова, да я... Да я не мщу тебе Ну честное слово Вон посмотри Я тебе даже в подарок костюм купила Да ты врешь Это его костюм Да как он может быть его? У него даже размер больше Ты же говорила, размер неглобный Мужик, послушай Я говорю, я был у соседки У Машки У Машки ты был? Да Посмотрим Какой у Лены размер груди Ну? Откуда я знаю? Слушай, ты Какой размер груди? Пусть будет пятый О, спасибо Вот ты свинья Я... Знаешь что? Ты мало того, что ты мне изменила Так ты мне еще и с дебилами изменила Слепым Че это я дебил? Потому что адекватный человек Может отличить дымки от висташек Что? Ну, да Да молчи Это вообще Вообще Какая у нее Татуировка на спине Куда я знаю? Какая? Купола Я не спала с ним Это случайно А куда он знает? Я не спала с ним Дрянь Спала ты с ним Спала Я вижу, что ты спала Посмотри, как ты выглядишь Боже мой Как я выгляжу? Прекрасно Прекрасно выглядишь Ты так хорошо никогда не выглядела И совестная Что она кричит во время секса? Не подсказывай Конкретно Что она кричит во время секса? Не знаю Ну точно спала Ну что? Я каждый раз ее спрашиваю Ну как тебе? Она не знаю Я тебе еще раз говорю Я не спал с твоей женой Ты посмотри на нее Скотина Ты хочешь сказать, что моя жена уродина? Да при чем? Тут у меня другие вкусы просто Я люблю низеньких Толстеньких килограмм на сто С усами и вообще без груди Так ты и с тещей моей развлекался, да? Весовестная Мужик, при чем тут теща? Что? Я гей Вот Гей другое дело Да Чем ты кажешь? Как же они там все время говорят? Ну Ну давай ударь меня Унись меня Давай Ты фразочкам моим его научила Да Вот оно При чем тут фразочки? Мужик, я тебе говорю Я только спустился с балкона У меня вон мозоли на руках Остались от карниза Так что? Если у тебя мозоли от твоего карниза На чужих баллов бросаться? Это я серьезно Ты видишь? На спину посмотри Спиной поцарапался я Ты уже ему и спинку расцарапала Мне так ты раз в жизни расцарапала На даче Случайно Когда грабли меня на спину уронила Да, только ты же потом всю неделю перед друзьями хвастался Да, хвастался, пока меня не раскусили Шоу-человека не может быть 14 пальцев Я тебе серьезно говорю Я был у соседки, у Машки У Машки? Да Хорошо, взять проверку Учти, убью только правду Как выглядит спальня Машки? Обычная спальня Конкретно? Ковер на стене висит Простыни голубые Занавески на окнах розовые Все точно пока Стоп, 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 стоп А откуда это мы знаем про занавески, а? У всех Машек такие занавески У всех Машек, да? У всех Машек, да? У всех Машек То есть меня, значит, тут обвиняет А сам там побывал уже не раз, да? Один раз Один раз Зашел за солью На пять минут На пять минут? Да То есть два раза успел, да? Как тебе не стыдно При чужом человеке? А ты забыла, как я на твой день рождения? Ого, забуду 14 августа, а? Забудешь тут целых 11 минут Да ты ж теперь пять лет уже этим хвастаешься Ты же только благодаря этому запомнил, что у меня день рождения 14 августа Вы знаете, мы теперь за меня Только со второго тоста начинаем пить Потому что у нас 11 минут Ты что у Машки делал, говори? Машки? Лен, ты что, как ты могла подумать? Ты видела эту Машку? Ужас! Там же ноги от ушей Так как твердая, грудь, да? Фу! Б-б-б-б-б Б-б-б-б Ммм Не зря мне соседи говорили Леночка, вы присмотрите, что об этой Машке в лифте пишут А я ж дура не верила, понимаешь? Это не зря, кстати Да, я понимаю, что зря О, все Все Петровы Звучит сигнал Это значит, что время сеанса окончено Спасибо, доктор Присаживайтесь Ну, Лена, расскажите, что же вы извлекли из сегодняшнего сеанса? Да Ой, доктор, я поняла, что практически любой конфликт можно уладить в диалоге Да Хорошо А вы, Владимир? А я понял, что надо срочно стеклить балкон Поняли? Я понял Добрый вечер, друзья В эфире программа «Открытый микрофон» И сегодня у нас в гостях человек, который пожелал остаться неизвестным Давайте встретим нашего гостя Наш инкогнито Наш аноним Здравствуйте Добрый вечер, ведущий Добрый вечер, дончане И крымчане Расскажите свою историю, присаживайтесь Вы знаете, у меня к вам одна просьба Дело в том, что можно в вашем интервью, я не буду называть никаких имен Чтобы потом этих людей не преследовали у меня на родине Да-да-да, хорошо, присаживайтесь Спасибо Итак, расскажите, что же с вами произошло? Ну, начнем с самого начала Дело в том, что меня обвинили, что я сошел с ума Кто это сказал? Скажем так Их было трое Трое Очки Вышиванка и шкаф Друзья, я правильно понял? Вы разговариваете с вышиванкой и очками? Нет, но больше всего я общался со шкафом Со шкафом? Да, он ко мне три раза приезжал Зачем? Ну, как зачем? Они хотели, чтобы я выпустил коляску Ну, зачем выпустить коляску? Ну, как зачем? Коляска хотела уехать в Германию Бред какой-то Я тоже сказал, бред какой-то Ну, и что? И что, а? Тогда я им отказал Вы понимаете, да? Они сами выпустили коляску Теперь коляска хочет быть мной Шкаф в шоке Вышиванка вообще в аути А очки? Очки неплохо пристроились Сейчас не пойму немножко Так, подождите Как она может хотеть быть вами, если она эта коляска? Да вы что, не знаете коляску? Сейчас один германский укольчик И бац, она снова Каравай 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 Она же специально три года была коляской Чтобы не быть, как Юра Фуфайка А Юра Фуфайка это кто? Ну, сперва он был Юра Мигалка Потом Бутылка, потом Фуфайка Ну, это точно уже бред Ну, хорошо Скажите, кто-нибудь пытался помочь вам решить Все эти проблемы? Да Слушайте Встречается как-то Дедушка Рыжий таракан и пчеловод Я не просил вас рассказать анекдот Слушайте, это не анекдот Они действительно ко мне приезжали А Да Ну, допустим И потом, насколько я понимаю, вы бежали из страны Да И взяли с собой все самое необходимое Да Слушайте, ну что, я виноват Что самого необходимого У меня так много А что же вы взяли с собой? Скажем так, я взял Капусту А капуста это что? Капуста это все И сколько у вас этой, ну, капусты? Ну, я не буду называть цифры Скажем так, капусты было лимонад 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 чего? Лимонад лимонадов А понятно Наверное, много Хорошо А бежали сами? Нет Со мной был арбуз Арбуз? Херсонский? Нет, донецкий Донецкий арбуз и цезарь Цезарь А что? Цезарь это салат Цезарь это каша Какая каша? Каша это пшенка Я вообще ничего не понимаю Так давайте вернемся назад Давай Цезарь это тот, кто мог делать четыре дела одновременно? Да, на нее Что на нее? Одновременно мог делать четыре дела на нее На кого на нее? На коляску А, на коляску Да А вот эта история, что когда вы бежали, вашу машину обстреляли, это правда? Это правда Да Но вы знаете, я последнее время начинаю сомневаться Что такое? Просто в тот момент мне было так страшно Что это могли быть выстрелы изнутри Хорошо, что было дальше? Дальше Дальше я попросил помощи у шизофреника У шизофреники? А, это вы его так назвали? Я? Вы что, с ума сошли? Так его назвал этот, Борода Какая Борода? Ну как, Днепропетровский еврей из Женевы А Борода А зачем он его так назвал? Ну как зачем? Ну потому что он обозвал еврея этим фашистом Да кто же может обозвать еврея фашистами? Шизофреник какой-то Ну да Ну да Но все-таки, знаете, вот шизофреник как-то грубовато Давайте как-то по-другому его назовем Я вас понял Не знаю, как-нибудь Я вас понял Давайте назовем его тренер А, хорошо, тренер А по какому виду спорта он будет? Ну вообще раньше он занимался дзюдо Ага Но сейчас по слухам занимается с гимнасткой А гимнастка это кто? А гимнастка это как раз гимнастка Ага Хорошо Скажите, а собираетесь ли вы возвращаться в Украину? Сложный вопрос Вы же понимаете, что если я вернусь в Украину Я буду либо коляской Либо фуфайкой А, ну да Да, но хотя с другой стороны Здесь в России оставаться тоже невозможно Если так пойдет и дальше То могу стать гимнасткой Лучше уж Ладно Хорошо Что было дальше? Дальше Дальше вы знаете Тренер-шизофреник совсем шизанулся И забрал у нас у всех горячую кукурузу и пахлаву Это что? Это Крым А, это Крым, конечно Да Я лично был в шоке, конечно Да все были в шоке Больше всех был в шоке этот, да, темненький из Вашингтона И стрёмненький из Германии Да, потом тренер встречался со своими коллегами Но кумыс и картошка его не поддержали А как же, как же тренер все-таки смог захватить пахлаву? Да как просто При помощи российской армии А это что? Это я так завуалировал зеленых человечек Понятно Хорошо, что дальше? Что сказал тренер? Тренер сказал просто Значит так, шапка Держи текст Через два дня у тебя пресс-конференция А, ну да И там вы сломали ручку-то? Да, сломал Я понимаю, что ручка это не мой конюк Да? Я же, конечно, я же запросто мог сломать вон стул Стол Ну да Пиво глазом мог открыть Знаете, банку огурцов локтем Потом, ну что, я мог пол пальца в нос засунуть Могу и не в нос, я вам серьезно говорю Потом Ну хватит Баян уже мог порвать Но вы понимаете, что мне это делать запретить Да Жаль, конечно Да Ну, последний вопрос Давайте Вы ведь надеетесь на лучшее? Конечно Да Скажите, вот если не будет этого лучшего Если все произойдет наоборот Что вы будете делать? Ну я же вам сказал Могу стул сломать А, ну да Могу стул Могу глазом Спасибо огромное Спасибо Спасибо Идите Идите Спасибо Там делать это Вы знаете Друзья Вы знаете Мы сегодня шутили И так далее И тому подобное И даже Шутили про Буковель На самом деле Это очаровательное место И поэтому В финале нашего концерта Мы хотим Во-первых Чтоб мы все Поблагодарили Буковель Аплодисменты А во-вторых Мы хотим Знаете Качественно Сейчас Отрекламировать Буковель Нам деньги дали Надо работать Сейчас будет реклама Буковель Я говорю Сейчас просто Сразу не получится Сходу Как-то не получится Нам деньги дали Евгений просто занят Он не может сейчас Евгений всегда у тебя занят Я говорю Он не может Такие бабки Он может освободиться Пусть приходит сюда На сцену Он сейчас не может Он может Уверен Уверен в любом состоянии Ребят Давайте Евгений Что случилось? Что это все значит? Это что? Это Евгений Красиво Там Евгений? А я тебе говорил Занят А Ты выйдешь? Не-а Так все плохо? Грецию помнишь? Ну? Ну вот оказывается Что в Греции Мне было даже хорошо То есть рекламы не будет? Нет Тогда верни аванс Аванс? Да Вернут? Ну? Ребята, работаем Уверен? Я обещаю, разницы никто не почувствует Да не, ну действительно Фотку подложим Николаевич, заводи Снимаем Поехали На отдых в Буковель Я приехал с семьей Жена Освоила сноуборд Дети встали на лыжи Да и я нашел занятие по душе Степа Так, сначала значит Горнолыжный курорт Буковель Здесь есть где погулять Здесь есть где походить И посидеть Евгений, а как вам здешние горы? Во Как вам цены? Во А как вам местная кухня? Сам попробуй, посидим, обсудим потом Николаевич Отели, рестораны, спа Здесь все рядом Здесь все под рукой Да практически во дворе Для уникального похода в горы Вам потребуется всего лишь Искренняя улыбка Чистое сердце И сильные ноги Стоп Николаевич Для взрослых работают футбольные поля Теннисные корты И детские Корточки А также детский бассейн Горки и качели Ваши чадо будет всегда Занято Я тут встретил любовь А я здесь встретил друга Сука, уронил телефон Николаевич И напоследок хотелось бы сказать всем Пожалуйста, берегите природу Спасибо вам за чистые обочины Пожалуйста Знаете, вот что ни говори, как ни шути Но если мужчина поехал на отдых в Турцию сам То это опасно для его здоровья Хотя, с другой стороны, если он поехал с женой То это вообще тяжело назвать отдыхом Итак, представьте, где-то на одном из турецких курортов Дорогая, я здесь Не переживай, купайся Купайся Не-не-не-не-не Я не пью Вот вторая рука Нет Я нет Я не пью Не переживай Пиво, пиво Холодное пиво Холодное пиво, мужик Пиво холодное Будешь? Нет холодное пиво нет 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 я не хочу мужик ты в турции пиво холодное будешь то я не могу меня жена ну и не могу я понял 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 тихо мороженое вкусное мороженое мужик вот мороженое точно не надо ты попробуй лизни придурок ну ты задолбишь хочешь все коньячок тихо 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 и так налижешься за минуту спалишь меня хочешь выпить просто кивни не надо так быстро не надо один раз кивни все можно еще мороженого мороженого больше нету есть кукуруза я кукурузу тебе не дам потому что мешать нельзя а вы вообще кто я представляю организацию анонимный досуг для подкаблучников а шо вы взяли шоя подъем же не подкаблучник юра надень кепку голову напечет хорошо кися хорошо хорошо все хорошо так вот мы помогаем таким как ты которые приехали с женой отдыхать так как будто приехал без жены это как видишь на пляже мужик уточку резиновую надувает на самом деле в ней коньячок делаешь вид что надуваешь а сам пьешь ничего с конспирацией да он лишь аниматор в костюме олененка ходит по пляжу это евгений анатольевич он у нас по текиле и по вискарю захочешь текилы подходишь подходишь и засовываешь евгению анатольевичу голову в рот ухты круто а вискарек а вискарек с другой стороны евгений анатольевич нет я лучше пола стекили так тихо не надо садиться не надо садиться у нас нычки по всему пляжу видишь кабинка для переодевания вот это да иди быстрее идем плавки видишь сушатся да выжимай ухты часик они лечут чё ты орешь то ну идите ну быстрее ну что ты спалишь меня садись запомни наши люди есть везде на вещь мужик идет да спроси у него который час мужик который час пол второго и чё си а то блин уже пол второго сейчас жена с моря выйдет надо будет идти в номер спать тихо не кричи для этого есть решение мини-бар в номере видел да это вход в большой бар пользуйся пока жена спит завтра что делаете завтра у нас экскурсия в античный музей запоминаю идешь в греческий зал там статуя дискобол в ней гидравлическая система подходишь к статуе нужно накачать немножко помпу помпу накачал и из маленького краника течет виска вискарь статуи там много запоминай геродот это водка фемистокл джин гиппократ ром я тебя прошу пожалуйста возьми с собой флягу потому что на прошлой неделе мужик так кранику присосался он нас чуть не спалил понял хорошо а мы еще это мы в пещеры собираемся и не надо кричать пещеры хорошо запоминай тайный маршрут на смотри заходишь в пещеру два поворота направо один налево так останавливаешься тушишь фонарик и ждешь к тебе сзади подойдут похлопают по плечу и протянут карту твоя задача быстро выпить все тебе суют ты пьешь суют пьешь суют пью только не перепутай потому что в соседней пещере нашими наработками пользуется извращение тихо прикольно тихо вот это у вас молодцы вообще к рыбалке как относишься к рыбалке вообще параллельно отлично значит завтра с пятого пирса уходит целая яхта ваших единомышленников естественно с удочками отплываем на пять километров и тупо начинаем глушить рыбу очень смешно с алкоголем разобрались как насчет интимного досуга это шо вы имеете ввиду видишь дети на пляже замок из песка строят так детям по 40 это наши люди значит подходишь к ним они тебя закапывают в определенном месте где уже зарыта валентина твоя задача делать недовольное лицо понял шоб не спалили ну шо секс прям на пляже хочешь в море будет в море на и заходишь по пояс в море стоишь улыбаешься как будто дела свои делаешь не ждешь пока к тебе подплывет большая медуза не плывайся подплывет валентина завернутая в пакет покажут услуги только не перепутай пожалуйста с настоящей медузой это уже не страховой случай понял а если мне вот это в воде не очень нравится есть тогда фишка солярий приходишь солярий решет меня тебя идут кладут в горизонтальный солярий где уже с внутренней стороны предела на валентина твоя задача открывать крышку закрывать открывать понял слушайте нового солярий летом как-то это ну просто неправдоподобно мне кажется жена не поверит тихо фишка парашют значит инструктор регулирует стропы так что ты приземляешься сразу в публичный дом если доплатишь 5 баксов приземлишься сразу на валентина я честно говоря не очень хочу то и жене изменять не азартные игры любишь азартные да значит приходишь на ужин зовешь официанта по имени ахмед горишь хочу фрукты если он тебе принесет виноградинку банан и яблочко ты проиграл три персика ты выиграл джек-пот однорукий ахмед понял нас еще кстати наркотики есть имя у нас виктор семёнович заведует семёныч я здесь тебе я пошел разбирайся пиво пиво холодно иди сюда интересует нет не хочу точно такое слушай меня видишь вон улево пацан ходит по пляжу наркотики наркотики не переживай за качество отвечаю вот такие домашние его мамка сама варит нет я наверно нет полегче если понял есть полегче знаешь смотри вправо видишь две обезьяны в мужика какашками бросают он не отворачивается видишь да это не какашки гашиш может и хоть кальян покуришь о кальян можно отлично значит тебе нужна зона детской анимации находишь зал с ростовыми куклами значит зебра и дракоша тебе не нужны ищешь слона а как я пойму что это именно тот слон поймешь вокруг того слона мужики сидят в круге и друг другу оба передают а из супы дым 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 шокер шокер жена шокер бурки Юрочка! Привет, дорогая. Дома кися, да. А как дела твои? Хорошо сижу, нечего, хорошо. Да? Хорошо. А что такой, такой прям напряженный? Чего я расслаблюсь? А ну, бегни, а ну. Смотри мне. А ты где была? Ой, Юра, где только я не была. У меня такой день насыщенный, я вышла. Пару раз надула резиновую удочку. Серьезно? Потом пошла к бассейну, а там аниматоры. А да, у них там у слона такой хобот на молоке вкусный. Серьезно? Вообще. А потом на меня какой-то придурок на парашюте приземлился два раза. Вот такой день. А сейчас я иду в горизонтальный солярий, так что не останавливай меня. Никакого горизонтального солярия. Номер! Красиво! Номер! Как вы все знаете, Виктор Федорович Янукович дал вторую пресс-конференцию в Ростове. Ну, чтобы объяснить людям, что он имел в виду на первой. Итак, за пять минут до пресс-конференции. Ростов. Пойдемте, проходите, Виктор Федорович. Думаете, нужно? Нужно, нужно, обязательно. У меня только к вам огромная просьба. Что такое? Давайте будем идти строго по тексту. Так. Потому что третьей пресс-конференции я не выдержу. Виктор Федорович, вы не переживайте. Я не переживаю. Держите, у вас в ухе будет наушник. Держите, вставляйте себе. В ухо? В ухо, да. Глубоко? Да, нормально. Ага. Если вы вдруг там что-то забудете, мы вам подскажем сразу туда. Вы просто подайте какой-нибудь незаметный знак. Что-то сделать незаметный. Сигнал какой-нибудь. Танец какой-то может быть. Нет, это не пойдет. Не пойдет. А что? Да не знаю. Так, господи. Вот, держите ручку. Вот, просто сломайте ручку, как будто случайно. Просто ломануть ручку. Все? Готовы? Нет, один вопрос. Что такое? Если жест будет, ну, незаметный, как вы его заметите? Мы заметим, мы будем за вами следить. Я понял. Все, можем начинать? Конечно. Ну, с Богом, давайте. Давайте. Один, два. Раз, раз, раз. Слышно? Раз, раз. Я слышу. Раз, раз. Я все слышу. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем пресс-конференцию президента Украины Виктора Федоровича Януковича. Здравствуйте, Виктор Федорович. Здравствуйте, Виктор Федорович. А какова цель сегодняшней пресс-конференции? Ну, вы знаете, все прекрасно понимают, что цель сегодняшней пресс-конференции предельно ясна. У вас случайно не будет ручки? Ну, конечно. Почему бы и нет? Вот, держите. Спасибо огромное. Спасибо. Вы знаете, специально сегодня я собрал вас всех, чтобы наконец-то поставить все точки над «а так же». А какая разница «и» или «а так же». А, чтобы поставить все точки над «и». Вот и хорошо, Виктор Федорович, поскольку вопросов накопилось очень много. Одну секунду. Много вопросов? Много вопросов. Ну что ж, давайте задавайте ваши вопросы. Давайте начнем пресс-конференцию. Вот, пожалуйста, вы. Здравствуйте. Газета с ограниченным тиражом «Енакиевский сострадали». Добрый день. Виктор Федорович, скажите, как вам удалось добраться в Ростов? Хороший вопрос. Спасибо большое. Вы знаете, мне помогли патриотично настроенные офицеры. А как именно они вам помогли? Хотя нет, вы знаете, ну, вопрос настолько прост, что я, пожалуй, отвечу сам. Знаете, патриотично настроенные офицеры посадили меня в патриотично настроенный поезд, в котором я, ну что, слушал патриотично настроенное радио, попиваю патриотично заваренный чай. Да не нужно говорить эту ерунду. Просто ломайте ручки. Не нужно за нами это повторять. Виктор Федорович, спасибо. Да, спасибо. А мы продолжаем. А можно следующий вопрос? Вот вы. Виктор Федорович, а чему вы будете повертаться на Украину? Здравствуйте. Вы не представились. Вибачьте, будь ласка. Львівська газета Януковича на Виле. Хороший вопрос, я вам очень рад. Вы знаете, в моей стране меня начали преследовать. Меня даже хотели... Как бы это... Да ладно. Что, серьезно? А, первая буква лю. Меня даже хотели люстрировать. Люстрировать, люстрировать. Мы понимаем, Виктор Федорович, а вы знаете значение слова «люстрация»? Я? Конечно. Спасибо. Люстрация. От греческого «люстрация». Процесс очищения младенца путем жертвоприношения в Древней Греции или Древнем Риме. Можно немножко помедленнее, да? В современное время это процесс регламентирования доступа государственным должностям для людей, имевших отношение к режимам, нарушившим права человека. Извините, Виктор Федорович, мне подсказывают, что у нас выключилась камера. А не могли бы вы повторить свой ответ? Да вы что, с ума сошли? Вы что, думаете, я ими рожаю, что ли? Действительно. Давайте следующий вопрос. Вот вы. Здравствуйте. Газета «Однодневка. Путин вор». Здравствуйте. Виктор Федорович, скажите, это правда, что вы хотели вступить в ЕС и при этом остаться в хороших отношениях с Россией? Вы знаете, это чистая правда, я много усилий к этому приложил. Есть такая хорошая пословица. В этой пословице есть одно неприличное слово, я его заменю, но я думаю, что вы поймете. Одной жопой на два стула не встанешь. По-моему, я не то слово заменил. Давайте продолжим. Я смотрю, в приподнятом настроении. Я в замечательном. А может быть, расскажете анекдот какой-нибудь? Я? Да. Легко. Смешно, а? Не, не знал. А что же... Спасибо. Давайте продолжим. Много серьезных вопросов, просто времени мало. С удовольствием, да. Самый честный медицинский журнал «Правда матка». Ну, давайте. Скажите, откуда у вас на швейцарском счету в банке 12 миллиардов долларов? Хороший вопрос. Вы знаете, я думаю, что многие знают, что я очень экономный человек. Ну, поэтому сейчас тоже сэкономлю. Вы знаете, эти деньги появились не сразу. Я их накопил. Все началось еще в детстве. Когда мама давала мне деньги на мороженое, я шел и клал их в швейцарский банк. И так вы накопили 12 миллиардов? Ну, конечно же, нет. Справедливо. У меня еще была бабушка. Вы знаете, она была очень добрая. На праздники могла дать рубль два, а иногда это полтора миллиона долларов. Замечательно, Виктор Федорович. Спасибо за ответ. Может быть, хотели бы вы обратиться к народу? Да, я очень хотел бы обратиться к народу. Тем более, что накопилось столько вопросов. Конечно, да. Ну, вы знаете, дорогие украинцы. Первое. Борщ. Что вы там ржете? Да вы что, с ума сошли? Можно немножко серьезней? Извините, пожалуйста. Второе. Какое жаркое. А. Жаркое время наступает в Украине. Поэтому я хотел бы ответить на последние, ну, судя по всему, два вопроса. А что же, друзья, задавайте, времени мало. Вот вы. Виктор Федорович, скажите, что вы, как президент, хорошего сделали для своей страны? Вы знаете многое. Но, во-первых, Украина стала нашим стратегическим партнером. Чьим нашим? Чьим нашим? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но вы знаете, если вы так будете придираться, пускай все люди, которые считают, что я ничего не сделал для Украины, бросят в меня ручку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А, действительно, неплохая погода, Виктор Федорович, может быть, ответите на вопросы? Я с удовольствием отвечу на этот вопрос, но прежде я хотел бы пожать вам ручку. АПЛОДИСМЕНТЫ Может, я все-таки еще отвечу на этот вопрос? Давайте закончим. Мелкий здоровый встреч! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok